Всем привет! Вы на канале Жизнь за границей и сегодня я хочу с вами поделиться нашей старой рубрикой недвижимости острова Самуи, где вам покажу одну из вилл, которая находится в районе Ламай и имеет три спальни. Ну что, готовы смотреть? Поехали! Сегодня у нас будет необычная трехспальная вилла, необычная по своей территории. Мне она очень понравилась. Составляет она три спальни, находится общественно в общем комплексе. Каждая вилла имеет свою территорию огороженную, посаженную зелень и свой собственный приватный забор. Так, значит, давайте начнем осмотр. Начнем осмотр мы с въезда. Данная вилла имеет свои автоматические ворота. Давайте я вам покажу. Значит, друзья, смотрите. А, и вилла находится в районе Ламай, в джунглях. Вилла имеет свои автоматические ворота, свое парковочное место для одной машины, либо, ну и, конечно, куча байков. Свою озелененную территорию, где посажены пальмы. Вот такого сорта, интересного, таких пальм я вижу очень редко на Самуи. По периметру забора посажена также растительность. По середине территории построен забор, о, забор, прошу прощения, бассейн. На террасе установлены диванчики, столик, три шезлонга, зонтик солнцезащитный. Пойдемте, я вам покажу дальше территорию виллы. Территория достаточно просторная. Вилла новая. Здесь посажена растительность. Ребят, за виллой стройки не будет. Это только разравняют землю. Примерно около двух лет строить здесь ничего не будут. Идемте дальше. Здесь уже установлены канализационные колодцы. Вот такого плана территория. Ну что, друзья, пойдемте внутрь, посмотрим три спальни, кухню и гостиную. Каждой спальне свой санузел. Заходим через главные двери, попадаем в кухонную зону. На кухонной зоне полностью укомплектованная бытовая техника, встроенная техника, газовая варочная поверхность, вытяжка, двухкамерный большой холодильник, гарнитур выполнен в белых тонах, посудомоечная машина и все нужные принадлежности для комфортного пребывания на вилле. Дальше мы видим гостиную зону, где расположены уютные диванчики, кресло, столик, телевизор. На потолке установлены два вентилятора потолочных. Установлен также кондиционер. Поставьте лайк, если вам нравится данная кухня. Вот мне, если честно, ребят, очень нравится эта кухня. Я бы остался здесь прямо сейчас жить. Ребят, если вам интересно, можете заходить на наш YouTube канал, недавно созданный, который называется «Жизнь за границей». Ссылочку на этот канал я обязательно оставлю в описании под этим видео. Проходите, подписывайтесь, смотрите наши видео, ставьте лайки, комментируйте. Мы будем очень рады. Вам не сложно, а нам приятно. Ну что, а мы продолжаем обзор данной виллы и продолжим этот обзор с комнаты, с первой спальни. Здесь расположена большая двуспальная кровать с отличным мягким матрасом по краям тумбочки. Кондиционер, потолочный вентилятор. Все по стандарту. Два шкафа для вещей. Телевизор. Также здесь есть выход к бассейну. Просто обалденно. Для тех, кто любит тишину, это самое идеальное будет место. Ребят. Так, значит, заходим в первую ванную комнату. Напомню, в каждой спальне есть своя ванная комната. Душевая зона. Унитаз. Декоративная лестница для полотенец. Не перепутайте с настоящей лестницей. Так, это была первая из трех спален. Проходим дальше. Посмотрим вторую и третью спальню. Еще раз панорамочка на кухню. Идем дальше. Здесь промежуточный шкаф от двух спален. Вдруг у вас что-то не помещается в спальнях. Вы можете разместить это все посередине, между комнат. Во вторую спальню заходим. Здесь также расположена большая двуспальная кровать. Все в светлых тонах выполнено. Потолочный вентилятор, кондиционер. Также есть шкафы. Место для телевизора, если нужно. Здесь также вы можете видеть ванная комната своя. Душевая. Унитаз по стандарту. Идемте в третью спальню. Третья спальня имеет уже так же, как и первая, свой собственный выход к бассейну. Кондиционер, потолочный вентилятор. Большая двуспальная кровать. И своя, собственно, ванная комната. Вот. Все выполнено точно так же. Посмотрите, ребят, какой вид на бассейн, территорию, на пальму, друзья. На пальмы. Если вам нравятся такие пальмы, ставьте обязательно лайк этому видео. Так, выходим. Выходим еще раз на территорию вилы. Я вам покажу и озвучу уже стоимость. Вот, еще раз. В данном комплексе также есть еще несколько вил. Ребят, данная вилла сдается и также одновременно продается. Эту виллу можно купить за 11 миллионов бат. Здесь уже входит свой собственный ченот. То есть, вы можете пользоваться полностью этой виллой. Вот. По этим вопросам я также могу ответить лично. Также можете мне писать личные сообщения. Вот. Значит, давайте поговорим об стоимости аренды данной виллы. Стоимость аренды начинается от 90 тысяч бат за месяц, в зависимости от срока и сезона. Стоимость аренды посуточно начинается от 5 тысяч бат в сутки. Также все будет зависеть от сезона, в какой сезон вы приезжаете. Дополнительно оплачивается электричество, вода и интернет входит в стоимость аренды. Клининг также все по договоренности. Вот. В принципе, можно будет договориться, чтобы входила в стоимость аренды. Если вам понравилось это видео, поставьте большой палец вверх. Не забудьте подписаться на наш канал, если вы до сих пор не подписаны. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие видео. Всем пока-пока. Увидимся на Самуи. Субтитры сделал DimaTorzok